Жену главы украинской военной разведки Кирилла Буданова отравили. Сейчас она находится в больнице. Подтвердили в ГУР. Как заявил представитель разведки Андрей Юсов, Марьяна Буданова была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит курс лечения. Обстоятельства покушения в ведомстве пока не раскрывают. Тем временем украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР пишут, что Марьяну Буданову госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья. Вещества, выявленные в организме женщины, могут указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека, рассказал изданию Бабель источник в главном управлении разведки. Об отравлении Марьяны Будановой рассказали и источники издания «Украинская правда». По их словам, жену главы ГУР скорее всего отравили через еду. Также отравление обнаружили еще у нескольких сотрудников ГУР, говорят собеседники издания. Со здоровьем самого Кирилла Буданова все в порядке, заявили в спецслужбах. Сейчас правоохранители проводят расследование касательно вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР Минобороны Украины. И пока не будет официально озвученных заключений, говорить о том, кто причастен к отравлению и каким образом это произошло, пока сложно. Но некоторые эксперты уже увидели в этом российский след. Когда мы проанализируем за последние несколько лет случаи с отравлениями, связанными с тяжелыми металлами, то мы увидим, что никакой другой страны, представителей никакой другой страны в этих всех процессах нету нигде. Только Россия в этом засветилась, только Россия в этом подтверждается. Сейчас у нас война, и при этом всем, конечно же, оккупанты будут искать возможность влиять на качественную работу руководителей наших военных ведомств. Выгадая, что это российская разведка, да, могла быть целиком возможна, потому что они работают над этим, для них устранение президента, премьера. Ну премьера не сильно медийный, он не сильно информационные месседжи создает. Вот Зеленский, Ермак, Подоляк, Буданов, Малюк, это вот те люди, которые, ну вот, кость в горле, да, и Российская Федерация готова отдать там правую руку Патрушева отрезать, лишь бы вот добраться до этих людей и уничтожить их. Родственники военно-политического руководства Украины могут быть целью российских спецслужб, ведь это самый эффективный способ моральной демотивации. Близкие люди, наших военно-начальников, они есть мишенью для страны-агрессора, и, конечно же, и через них страна-агрессор будет пытаться влиять на тех, кто возглавляет на наши спецподразделения, службы, министерство обороны, главное, разведуправление. То есть это будет происходить постоянно, и тут бдительность терять ни в коем случае нельзя. То есть какая цель? То есть вот если мы видим по, например, жене Василии Буданова, в криминальном мире, у мафии итальянской есть такой термин – поперечная венгетта. Что значит поперечная венгетта? Это человек, который провинился перед боссами мафии, по идее его нужно там, да, чтобы расстрелять, убить, там, не знаю, зарезать, чтобы отравить, но его оставляют живых. Мстят его родственникам. Маме, папе, дедушке, бабушке, жене, детям. То есть поперечную, да, чтобы он страдал еще больше от того, что его родных наказали за его проступ. То есть, в принципе, здесь может быть такая вот итальянская мафиозная попытка в отравлении. Но, опять же, надо подождать, что скажет официальное заключение. Если выяснится, что отравление Марьяны Будановой – дело российских спецслужб, то здесь их тактика ясна и очевидна. Ведь диверсии по отношению к военному руководству – самый быстрый способ, хоть и ненадолго, но пошатнуть слаженную работу военного ведомства. Когда выносится человек такого уровня, то он ответственен за какую-то часть операции. Что-то он планирует, что-то он реализует, что-то он толкает своим драйвом. Когда этот человек убит горем, все, он выбыл из цепочки, принятие решения, подчиненные не могут сориентироваться, кому нести. Ответственные люди говорят, подождите, сейчас он вернется, может, не вернется. Я боюсь, что какие-то решения принимать, подписывать что-то, давайте на потом. То есть, какой-то люфт времени с этим у Российской Федерации может быть. Ну, это же мы предполагаем. Сказать о том, сколько будет длиться расследование по делу Марьяны Будановой и будут ли оглашены его результаты публично, сейчас сложно. Очень тяжело, наверное, посылаясь на опыт, говорить о том, что это будет расследовано за неделю, за две, за пять или за несколько лет. Тут работают службы, и я вам скажу, и качество работы сейчас, например, службы безопасности в Украине, оно качественно отличается от того, как она работала раньше. Мы видим результаты их операций, расследований. Мы видим результаты их работы, а это их направление работы. Никто не может сказать. Последний вот кейс, это подкушение вертолета господина министра внутренних дел, почти год расследовали, ну, чуть меньше года. То есть тяжело было. Здесь могут даже и не сказать ничего. Через некоторое время только журналистам узнают случайно, да, что там или целенаправленный слив будет, что да, было отравление, но она поправилась, мы отомстили. Может быть такой вариант. Или может быть принято решение на высшем уровне ничего не сообщать, а все держать в секрете. То есть пока я уверен, что даже в офисе президента не знаю, что делать. Ранее жена Буданова одному из изданий рассказала о покушениях на свою семью. Самого Кирилла Буданова пытались устранить уже более десяти раз, сообщали в ГУР. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми узнавать все самые главные новости о войне. Субтитры создавал DimaTorzok